Для велосипедистов у нас в городе предусмотрено сразу несколько велодорожек. Например, одна из них находится на новой набережной. Но, к сожалению, часто мы можем наблюдать такую картину, что по велодорожкам ходят люди без самоката и велосипеда. Давайте разберемся, почему граждане считают, что по велодорожкам можно гулять и какую опасность это в себе таит. Мы решили провести небольшой опрос, чтобы узнать у жителей Щелково, которых мы застали на велодорожках, почему они решили выйти на опасный участок. А, велодорожка, да? Извиняюсь, даже не в курсе. То есть не задумываешься? Да, даже нет. Теперь будете задумываться? Буду. Ну, пока никто не едет, можно пройти. А если вдруг неожиданно на вас поедет велосипед? Услышу. Ну, пока велосипедиста нет, то здесь просто удобнее. Вот и все. Просто иной раз плитка, она качается. Вот чего, она хорошо не заделана. Если я иду, то иду, конечно, по краешку. Если вижу, что едет на велосипеде человек, то, естественно, я уйду с дороги. Как выяснилось, причины ходить по велодорожкам у Щелковцев самые разные. Молодежная набережная построена таким образом, что на ней присутствует определенный наклон, а сама велодорожка местами виляет. Люди так или иначе вынуждены ее пересекать. Но пересекать не означает идти по ней, мешая при этом тем, кто едет на велосипеде или самокате. Сами велосипедисты стараются избегать аварийных ситуаций, но далеко не всегда это получается. Ну, тут либо заборчик нужно делать, либо люди все равно у нас, все, русские, будут ходить, где они идут, там будут ходить. А были какие-то такие, может быть, ситуации, когда случайно не наехали? Ну да, у меня нет этого звоночка, бывает. Для собственной безопасности лучше ходить только по пешеходным зонам. Ведь можно даже не заметить, как внезапно появится велосипедист, который не успеет сбавить скорость или вовремя увернуться. Ну, а какие будут при этом последствия, догадаться нетрудно.